Я назвал свое сегодня послание так А это все вам приложится И я стал размышлять над этим стихом и подумал А что же вообще вот в практике для нас с вами искать Его Царство? О чем идет речь? Когда есть такое, знаете, напутствие, такое повеление Такое предложение настоятельное от Господа Прежде всего ищите Царство Божье И правда Его И праведности Знаете, это сила приоритета Которую Иисус подчеркнул в Новом Завете Прежде всего Это, знаете, сегодня много есть учений о приоритетах Проставьте все по полочкам Пусть это главное остается главным Срочно остается срочным Приоритетно остается приоритетным Но здесь в Евангелии Иисус подчеркивает силу приоритета Прежде всего искать Его Царство И я думаю, это искать господство Бога в любой ситуации Искать Царство Божьего Это в любой ситуации Искать Его господство Знаете, и Царство Божье, оно имеет практическое выражение Когда истина Божья вытесняет любую ложь Это практическое выражение Когда свет Божий Попадает в тьму и вытесняет всякую тьму Когда соль Божья Останавливает всякое разложение И это не какая-то абстрактная философия Но это когда невидимый мир влияет на видимый мир Когда невидимый мир влияет на видимый мир Пока полностью не проиллюстрирует природу Бога Что такое Царство Божье? Это когда невидимый мир влияет на видимый мир И полностью отдает славу Ему Иллюстрирует Бога Это Господь. И знаете, дорогие, апостол Петр, тот же самый Петр, уже спустя время после этого диалога с Иисусом Христом в 21 главе Евангелия Атеана, пишет свои послания. У него есть несколько посланий, которые он диктовал, и историки говорят, он даже не был грамотным человеком, он не умел читать, не умел писать, но это не умаляет важности и достоинства его апостольства. Я думаю, что не так много людей за всю человеческую историю найдется, о ком бы говорили спустя тысячелетия. Ну, многие известные или великие так называемые люди, они уже ушли в лета. И сегодня я когда разговариваю со своими детьми, с младшими детьми, буквально 100-150-летние герои им уже неизвестны. Мой сын говорит, а кто это? Я не знаю, кто это, папа. У него есть сегодня свои герои. Но Петр, как Слово Божие, как Иисус и как многие другие герои Библии, они вчера, сегодня и вовеки тоже. То есть они запечатлены в Священном Писании, как образы, данные для нас. И вот он написал в одном своем послании, во втором послании Петра в первой главе такие интересные стихи. Как от божественной силы его даровано нам все. И я знаю, вы очень образованная и грамотная церковь. Я знаю, что у вас здесь приезжают разные учителя и преподаватели. И учат и евриту, и греческому, и всяким другим переводом. Так вот, со всех других языков все обозначает все. Вообще все. Даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Через познание призывавшего нас славу и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божьего естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старания, покажите вере вашей. И, знаете, такая некая русская матрешка, и он открывает такую матрешку. В вере покажите добродетель, в добродетели покажите рассудительность и так далее. Но здесь есть интересная мысль от апостола Петра. Покажите в вере вашей. В вере, опять же, возвращаемся к мысли, что это не просто философия, это не просто какая-то абстракция, это должно быть показательно в жизни человека. И я думаю, что встреча с Иисусом Христом и жизнь человека, она должна иллюстрировать верующего человека, не религию, которая идет с ним. Знаете, Иисус Христос в последние свои недели хождения на земле сказал так, «Как узнают, что вы мои ученики?» Ну, давайте перефразирую фразу, «Как узнают, что вы верующие?» Мы сегодня не называем, как правило, часто слово «ученики». Мы говорим, верующие или неверующие? И здесь какой критерий мы с вами ставим между верующим и неверующим? Очень важно сегодня, на мой взгляд, об этом поговорить. «Как узнают, что вы мои ученики?» «Как узнают, что вы верующие?» По рыбкам на багажниках. Да, там, по крестикам. Вот сейчас пляжный сезон, и ты ходишь, и ты сразу видишь верующих. Правильно? Вот верующий, он идет, у него цепочечка, у него крестик большой, маленький крестик, детишки ходят с крестиками, луковки, есть здания с луковками такими, позолоченными, серебряными и так далее. По ним узнают, что мы его ученики. По майкам сегодня мерчи разные есть христианские, толстовки, майки, да, сегодня все транслируют об этом. Но нет, это лишь второстепенная часть. Иисус говорит, только если вы будете иметь любовь между собою, только так узнают, что вы мои. И любовь между собой, только так узнают, что вы мои. Знаете, и сейчас, если каждого из нас спросить, а что же такое вера, мы запутаемся в разных определениях. Вера эта есть ту, вера есть третья, вера без дел мертва. Но Библия нам запечатала, я бы хотел сказать, прям запечатала в послании к евреям определение веры. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Я полагаю, вы ни раз, ни два, ни десять, ни сотню слышали эти стихи, что вера есть осуществление ожидаемого. Осуществление, опять это действие, которое нужно показать. И автор в этой главе перечисляет, это глава веры, это целая галерея поступков верующих людей, которые остались для нас как образы. И знаете, и сегодня и легко, и в то же время не так легко дать определение верующего человека. Вы помните Иосиф, ветхозаветный Иосиф, герой, известный нам всеми герой. Для меня это вообще просто герой веры, это потрясающий образ. Иосиф, он сохранил свои отношения с Господом, будучи молодым парнем, попал в такую переделку. Хочется аж вот так сделать, в какую переделку попал Иосиф. И сегодня многие даже не представляют, в какой он был на самом-то деле ситуации. Но Библия говорит, Господь был с Иосифом в доме Патифара. И когда его братья продали в рабство, помните, и он был успешен в делах и жил в доме Господина своего, и увидел Господин его, что Господь с ним. И что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. У меня к вам вопрос. Если хотите, я сам себе задаю этот вопрос. По каким таким критериям языческий чиновник, начальник всех телохранителей Патифар, живший в культуре многобожия, где были разные идолы, разные божества, они поклонялись разным образом, по каким таким критериям он понял, что Господь с Иосифом по рыбке, по крестику, по его религиозной форме, я полагаю, что по его образу жизни, по его ценностям, по его отношению к людям, по его отношению к делу, языческий чиновник увидел, что с этим человеком что-то не так, с ним какое-то сверхъестественное присутствие. И Иосиф показывал в своей вере, что Господь с ним. Аминь. И знаете, и снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что он имел, отдал в руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил египтянина ради Иосифа. Знаете, благосостояние нашей страны зависит от количества праведников. Благосостояние нашего города, в котором мы сейчас находимся, зависит от количества праведников. Потому что так говорит Слово Божие, благословением праведника возвышается город и возвеличивается. Я помню, у нас одна сестра, она переехала жить за 100, почти 30 километров от Санкт-Петербурга, и ей тяжело было поменять церковь, и там есть небольшой городок, и она за 130 километров каждый воскресный день ездила в собрание. И в один из дней их автобус зимой его повело на гололеде, и он перевернулся, полностью свалился в кувет, большой рейсовый автобус, почти 50 человек было пассажиров, он перевернулся несколько раз, упал в сугроб. Видите, и она успела в собрание. Она, конечно, не успела к началу собрания, но к концу проповеди она зашла в зал, у нее были вот такие вот глаза, и она говорит, пастор, вы представляете, наш автобус перевернулся, ни один человек не пострадал. Я говорю, Людмила, потому что вы были в этом автобусе. Можно в это не верить, а можно с этим согласиться. Павел был на корабле, и Господь сказал, потому что ты на этом корабле, ни с одного человека, ни один волос не упадет. Вы знаете, я так верю, это моя вера, мы не так давно переехали в один район Санкт-Петербурга, Бог благословил нас там недвижимостью. Видите, и как мы туда переехали, сразу инфраструктура вокруг нашего микрорайона стала меняться. Там выложили брусчаточку, там сделали скверик, там все вокруг метро, там я у Сторожилов спрашиваю, 30 лет около этого метро на нашей памяти ничего не менялось. Буквально за последние вот месяца просто здесь разбили такой сквер, такую инфраструктуру. Я могу, конечно, сказать, что это, может быть, это почтение губернатору, там, Владимиру Владимирович Путин из Санкт-Петербурга и прочие вещи, но я верю так, потому что я там живу. Я верю, что я молюсь за эту землю, я хожу каждый день и говорю, Господь, спасибо, что Ты меня поместил сюда, и вместе со мной здесь все меняется. Так написано в Библии, Бог благословил дом Патифара, потому что там был Иосиф. Знаешь, твой дом может быть благословлен, потому что там Ты. Твоя улица может быть благословлена, потому что там Ты. Твои, не знаю, куда бы Твои ноги ни входили, я верю, что должно быть так. Там Господь и благословляет все, что вокруг Тебя происходит. Мы люди атмосферы. И когда Иисус назвал нас светом, Он это и имел в виду. Когда ты заходишь, все начинает освещаться. Когда ты заходишь или ты присутствуешь, все начинает засаливаться. Все процессы начинают приостанавливаться. И у меня есть одна замечательная история, я очень ее люблю. Она написана в Евангелии от Марка во второй главе. Это пришествие Иисуса в Капернаум. И написано с самого первого стиха. «Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум, и слышно стало, что Он в доме». И знаете, мой первый тезис будет такой. Иисус в доме. Всем стало очевидно, что Иисус в доме. Послушай, и я думаю, что очень важно сегодня нам поразмышлять, а очевидно ли, что Иисус в моем доме? Иисус в доме. И вы можете сейчас сколько угодно в своей голове перебирать комбинации, иллюстрации, когда ты приходишь в дом, и там может быть очень много иконостасов. Я был, знаете, в каких домах? Некоторые храмы отдыхают от количества икон, от количества религиозных каких-то всяких приспособлений и так далее. Я был в небольших, не совсем, как бы, скажем так, устроенных домах, но там столько много Бога. Иисус в доме. Это чувствуется в атмосфере. Знаете, это не про религию, это не значит, что там венок у тебя должен на двери висеть обязательно в Рождество, это не значит, что у тебя все стены должны быть в местописаниях, хотя и такие дома встречал. Иисус в доме, это значит, что Он в отношениях в этом доме. У нас есть одна сестра, я рассказывал какое-то количество времени назад здесь, за этой кафедрой, что она была лесбиянкой, Бог ее изменил. И Бог ей даровал мужа, и Бог ей даровал детей, но по какому-то вот, не знаю, не могу объяснение дать, по какому-то вот моменту, дети родились с синдромом ДЦП, двойняшки. Она служит по сей день Богу, она, знаете, она играет нас в прославлении, с двумя колясками приезжает на репетицию, гитара у нее как в чехле, одна возит, одна их там разгружает за ними, там кто-то ухаживает из церкви. И физический мир, или, допустим, религиозные иудеи того времени, и сегодняшние иудеи религиозные, я бы сказал, как бы в кавычках, как метафора, подчеркнули бы, что, а как это так? Что с твоими детьми? Что с твоей верой? Где ваше благословение? Но когда приходишь к ним домой, я под разными предлогами к ним приходил домой, я на протяжении 12 лет возил туда всех проповедников, которые приезжают в Санкт-Петербург в моей допустимости, за них молились все. Сегодня Бог невероятные чудеса делает в их семье. Девочка видит, слышит, говорит, уже сидит, мальчик ходит в обычную школу. Все диагнозы Иисус просто перечеркнул, которые ставили люди. Но мысль вообще не в этом. Мысль в том, что я набрался один раз мужества и спросил у нее о гружении. Если бы сейчас была машина времени и что-либо изменить в твоей жизни, что бы ты изменила? Она сказала, я бы оставила все так, как есть. И, знаете, мои глаза наполнились слезами восхищения и потрясающего мужества этой сестры и ее мужа. Потому что, знаете, она делает вывод, потому что, говорит, я бы не достала бы из себя столько любви, если бы не было этих детей. И когда мы, знаете, служители, молитвенники, люди там в духе ходящие, делаем вид, или там реально так хотим прийти служить в такую семью, я пойду молиться за их детей, пойду их вдохновлять, обадривать. На самом деле я прихожу, там столько Бога дома, что какие бы у меня ни были атаки, депрессии, какие-то, может быть, конфликты внутренние, конфликты внешние, я туда просто прихожу, сажусь у них на кухне, вижу отношения между ними и получаю полное исцеление. Потому что Иисус в доме. А еще есть вторая ступень. Иисус в доме в тебе. Он говорит, я вселюсь в тебя и буду жить в тебе, и буду твоим Богом, а ты будешь моим. Как ему там у тебя? Хорошо? Все комфортно? Это тоже очевидно стало, что Иисус в доме. На мой взгляд, пока жить в вере, это значит, что Иисус у тебя в доме. Иисус проявляется в тебе. Иногда у нас не всегда, ну как бы не всегда у нас это получается качественно. Иногда мы проигрываем. Иногда мы антирекламу даем Иисусу. Но сегодня моя цель, или то, что Бог вложил в мое сердце, чтобы мы хотя бы немножечко задумались, как Иисусу в этом доме. И слышно ли всем окружающим, что Иисус у меня в доме. Знаете, и дальше мы, когда с вами читаем эту историю, и тотчас собрались многие. Божье присутствие – это магнит. Кто понимает? Это притяжение. Туда тянет. Вы знаете в своем окружении людей, которым вас тянет. Ну, притягивает. Вам охота быть в их общении. Вы через них благословляетесь. Вы ободряетесь. Вы получаете порцию какого-то заряда. У меня много таких людей. Я делаю все возможное, чтобы встречаться с такими людьми. Притяжение. И сегодня, наверное, надо задуматься, а кто в моем окружении? Есть ли в моей ойкосе, в моем окружении люди, которые притягивают меня? Являюсь ли я сам таким человеком? Благословляются со мной люди? Или говорят, фу, ушел. Помните про лифт? Люди лифты. Ты входишь в общение? Я нисколько сейчас не пытаюсь, знаете, дать каких-то излишних комплиментов Олегу Васильевичу, но на самом-то деле это очень мудрый, компетентный и помазанный человек. В общении с таким человеком ты поднимаешься наверх. Просто ты что-то новое для себя открыл. Он дал тебе какую-то информацию. Он открыт делиться. Три-пять дней, проведенные вместе, обогащают меня, и мой лифт поднимается наверх. Вы очень благословенные люди. Мы поднимаемся наверх благодаря этим людям. И то, что на вчерашнем этаже мне было не открыто и не видно, сегодня меня Бог поднял, для меня становится это очевидным. А есть процессы, когда ты вниз пошел. Вот вошел в общение, и сразу чувствуешь, что лифт вниз пошел. Там какие-то пересуды, разговоры, какие-то, не знаю, там обсуждения. И чем больше нарастать, тем лифт быстрее вниз идет. Было очевидно, Иисус наполнил. Это самая крутая конференция. Главным спикером на этой конференции был Иисус Христос. Аллилуйя. И Он говорил им Слово. Знаете, вторая мысль, которую я хочу с вами поделиться, все-таки Слово Божье – приоритет. Еще раз хочу сказать вам, Слово Божье – приоритет. Сегодня столько информации с каждого утюга, с каждой площадки, с каждого вебинара, с каждой социальной сети. Весь контент борется за твое внимание. Возьми меня, съешь меня, послушай меня, купи у меня пакет, там, не знаю, вебинарчик, семинарчик, онлайн-школа и так далее. И я вообще очень рад, что мы живем в таком современном мире столько информации, столько перенасыщения даже информации. Но я хочу сегодня напомнить нам с вами, братья и сестры, но Слово Божье – приоритет. Философии приходили и уходили, учения приходили и уходили, а Слово Божье живо вовек. И Иисус в этом месте говорил Слово. Как часто мы в диалогах, в общении, на встречах, со своими детьми, как часто мы основываемся на Слове, не на философии, не на жизненном опыте, как часто мы разговариваем даже со своими детьми. Я себя отлавливал на мысли, а кого я им привожу в пример? А на основании чего мы совершаем эти поступки? Как важно сегодня наследие передать, что это не просто учение, что это не герои из интернета. Это Слово. И я говорю сегодня своим детям, и я говорю, мальчики, поверьте, если бы не Иисус, если бы не Иоанна 3,16, ни вашего папы, ни вашей бы мамы, ни вас бы не было. И вы должны об этом всегда знать, что Слово Божье – приоритет. Оно потому что живо и действенно. Оно проникает до разделения души и духа. Знаете, Иисус Навин говорит, что это главный рецепт, если ты пребываешь в этом Слове, если ты день и ночь в нем наполняешься, ты будешь поступать благоразумно, у тебя будет успех во всяком деле, потому что ты пребываешь в Слове. Слово – приоритет. И Иисус говорил им Слово. Знаете, у нас есть один большой друг, я думаю, он у вас служил, его зовут Павел Таранов, он написал книгу «Бог дома». Это, кстати, о домашних ячейках, о домашних церквях, о домашних группах. И вот есть две формы собрания людей. Есть собрание как симпозиум, и есть собрание как экклессия. И порой в наших домашних собраниях они путаются, потому что симпозиум – это разговоры о философии, о жизненных событиях, возможно, важных, проходящих сегодня в нашем государстве или где-то. Можно поговорить, не знаю, о машинах, о недвижимости, о курсе, о косметике, о политике и так далее. И это все называется симпозиумы, собрания вокруг определенной философии. А экклессия – это собрание вокруг Иисуса. Знаете, и тотчас собралось многие, так что у дверей уже не было места, и Он говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо. Мне нравятся эти четыре человека. Ходотайственная четверка. Ходотайственная четверка. Они выполняли свою функцию веры. Они принесли, они совершили попытку для начала принести человека к Иисусу. 15 лет назад я лежал на этих носилках. Александр сказал тоже какое-то количество времени назад, лет назад, и его принесли на этих носилках. И я думаю, что если мы на это место посмотрим, как на метафору, как на духовную иллюстрацию, каждого из нас принесли на этих носилках. В нашей жизни кто-то ходотайствовал за нас. Кто-то просто сказал, Господи, помоги ему. Возможно, это не были молитвенники из церкви, возможно, это не были священники, в том смысле, в котором мы сегодня себя представляем. Но кто-то за нас ходотайствовал. И у меня вопрос, а являюсь ли я сегодня ходотаем? Есть ли в моей жизни тот, кто должен оказаться на этих носилках, кого я с радостью понесу, к Иисусу? Я рассказывал в вашей церкви несколько историй из моей жизни, когда Господь даровал мне вторую жизнь, когда Господь исцелил меня от онкологии. И это истории ходотайств, ходотайственных молитв. Это люди, которые ходотайствовали за меня день и ночь. Мое отношение к слову ходотайства кардинально поменялось. Мне нравится эта иллюстрация. У нас сегодня полны церковные чаты, есть церковные каналы, есть телеграм-каналы, ватсапы, не знаю, ютубы. И мы там выставляем разные нужды. И вы, думаю, не исключение, да? Мы там, вот, благодарение есть нужды, мы молимся. Прямо сейчас несколько нужд приходят ко мне на телефон. Знаете, я заметил, мы сегодня современные христиане научились эти смайлики отправлять. Проиллюстрировал, что я услышал. Проиллюстрировал, что я как бы с тобой. И я вообще не против смайликов. Я за то, а была ли молитва? Кто понимал? А была ли молитва? Поэтому небеса смайлики не принимают. Небеса принимают молитвы. Поэтому всегда за смайликом пусть идет молитва. У нас один мальчик упал с пятого этажа, ему было годик и три месяца. И мама поставила окно на проветривание и убирала, делала влажную уборку. И он эту чеколочку снял и вывалился. Февраль месяц. Хрущевка, пятый этаж. Он падает прямо на обледенение вокруг подъезда. И все, что я услышал, это вопль в телефон. Не члена, раздельный. Потом она немножко собралась с мыслями. И первое, что она сделала, она позвонила мне тогда. Интересно, что я был с женой, с течей. Я говорю, нам надо сейчас прям встать на колени. И коленопреклонение не является главным условием молитвы, но очень важным. Вы можете это не принимать, можете принимать, но мы так смиряемся перед Богом. Иаков, которого скинули с крыши храма, по которому радовались иудеи, и после него смерти хотели убить Петра, он имел такое прозвище Иаков перблюжьи колени. Потому что он на коленях проводил время больше, чем на ногах. У него здесь были такие мощные мозоли, как у верблюда. И мы встали на колени, я, теща, ее жена. Я не знаю, я впервые в своей жизни, вернее, знаю, слова-паразиты, от них надо тоже избавляться, надо больше книг читать. Из меня вышла сила. Меня супруга с тещей затаскивали на диван после этой молитвы. Я понял, когда женщина прикоснулась к Иисусу, из него вышла сила. Помните? И он говорит, кто ко мне прикоснулся? Кто здесь с такой жаждой, с такой верой? Ученики сказали, Рави, тут такая конференция, тут столько народу, как мы можем понять? Он говорит, нет, здесь есть кто-то, у кого есть вера. И я верю, что мы здесь сидим, и у нас есть вера, чтобы прикоснуться к Иисусу. А он отдает. Он отдает. Знаете, я дополз до этого дивана, лег, и моя супруга позвонила этой девушке, Марине, она говорит, мы в реанимации, нас положили там под определенный аппарат жизнеобеспечения. Она говорит, может пастор приехать, врач его пропустит в реанимацию. Я приехал в реанимацию, оделся там, ну эти все там, при параде, со всеми рясами и так далее. Хотя, не ряса же и стреляет. И мы, христиане, не из-за рясы. Я однажды даже проповедовал такую проповедь, я оделся, колорадку, черные одежды, такой стою, проповедую, проповедую. Знаете, и потом раз, рубашку снимаю, у меня есть такая футболка, такая яркая. А я говорю, ну, то есть, одежда, как-то меня сейчас строит, то есть, суббота для человека, для человека для субботы, или я по-прежнему остался в ваших глазах священником. Я достал бейсболку, одел ее тоже за кафедрой так. Я говорю, что-то изменилось? С вашего позволения, я достал бутылку кока-колы, прямо за кафедрой выпил стаканчик кока-колы. И на самом-то деле, не одежда нас делает верующими людьми. И мы зашли, и этот заведующий реанимации сказал, знаете, он как-то не ожидал, он думал, сейчас какой-то батюшка с бородой придет. Здесь молодые парни приехали, ну да, в рубашках, с колорадками, с Библиями, с елеем. Я говорю, мне нужно эту колбу открыть. Этот аппарат жизнеобеспечивания, он говорит, аппарат нельзя открывать. Такая как барокамера, он такой в барокамере хранился. Я говорю, иначе не сработает то, ради чего я здесь. Мне нужно просто несколько секунд, чтобы я взял елей и помазал его одну часть его тела. Потому что так говорит Слово Божие. Я ему процитировал Слово Божие. Если кто-то болен из вас, пусть призовут пресс-фитера и пусть он помажет его и леем во имя Господа и молитва веры исцелит болящего. Знаете, сегодня этот пацан бегает, ему, наверное, уже лет 9 или 10. И это не про меня, упаси Господь, это про Иисуса. Про ходатайство. Когда мы ходатайствуем, они пришли, и знаете, с чем они столкнулись? За многолюдством они не смогли войти в собрание. О-о-о! Кто не пустил к Иисусу? Люди. Люди. Как часто мы с вами притыкаемся об человеческий фактор несовершенства людей. Пока ты и я в церкви, церковь всегда будет несовершенна. Это соединение небесного и земного. И пока присутствует земное, всегда будут несовершенства. Всегда будут какие-то ошибки. Так много людей сегодня развернулись, потому что столкнулись с несовершенством человека. Я только на минутку представил, они сказали ему парень, не знаю, давайте как-то его назовем, назовем его Майкл или Григорий. Кому как удобно. Захар. Сказали, извини, брат, сегодня не твой день. Пасторы сегодня плохое настроение, молиться сегодня не будут. Они заняты, нас не пускают. Сколько мы сегодня себе находим разных оправданий для человеческих каких-то факторов, которые разворачивают нас уже внутри принятых решений. И порой мы даже, знаете что, порой мы даже радуемся, что у нас возникла эта проблема, чтобы, знаете, смолодушничать и развернуться. Говоришь, слава Богу. Я один такой? Но это пример, когда тайственные четверки, они не сдались. Они не сдались. Я хочу тебе сегодня сказать, не сдавайся. Не сдавайся из-за человеческого несовершенства. Это его несовершенство, оно не твое. И не делай преждевременных выводов на основании непроверенной информации. Так часто мы делаем эти выводы, не зная истины. они прокопали крышу. Я много раз начинал молиться за разных людей, за разные обстоятельства, за разные служения, за разные новые начинания. И я могу сказать, что я себя лично отслеживал, что не всегда я был стабилен. крыша в иудейской традиции приблизительно от полметра до метра была наполнена землей. Это их кондиционеры были того времени, чтобы через крышу дом не прогревался. И это не просто, знаете, нужно было немножко там пальмовых ветвей сбросить, это нужно было прокопать. Я подумал, так часто я копая, копая, останавливался и говорил, я устал копать. я устал копать, я устал ходатайствовать, я устал сражаться. Я кому-то сегодня хочу сказать, продолжай верить в свою мечту. Продолжай копать, продолжай копать, потому что они прокопали и спустили во время проповеди, прямо вот, если хотите, вот бах, вот сюда они. И написано, видя веру их. у этого парня даже не было веры. У меня не было веры в мое будущее, в мое благосостояние, в мои изменения. Сначала были люди, которые за меня верили. Были люди, которые за меня верили больше, чем я. И знаете, мы можем впечатлять нашего Бога, они впечатлили Иисуса. Он посмотрел на их веру, видя веру их. конечно, человеческий фактор, но я хочу вам сказать, пусть наша уверенность в Боге, друзья мои, будет крепче всех новостей, которые поступают к нам. Ты скажешь, есть же логика, есть вера, есть логика, а мы знаем с вами Бога, который отправил рыбаков рыбачить днем. Мы знаем Бога, который сказал, выйди из лодки. Логика говорит, не надо выходить из лодки, Петр, а вера говорит, выходи. Здесь есть пять всего лишь хлебов и две рыбки, что нам с этим делать? Логика говорит, ничего не надо делать, не сможем мы накормить, не сможем мы спасти Краснодарский край, не сможем мы спасти десяти миллионы Санкт-Петербург, нас же всего сто пятьдесят человек. Логика будет говорить так, но вера скажет, вы их накормите. Вера скажет, приведите сюда осла, он надым Господу. Логика скажет, нет, какого осла мы можем привезти? Семь дней ходить вокруг Ерихона, логика скажет, это абсурд. Вера скажет, ходите, молчите, в определенное время, как крикнете, распадутся самые великие ужасные стены и преграды перед вами. Гедеону Господь говорит, отпустить всех и оставить триста. Где логика? Вера говорит, вот этими триста несовершенными и особенными людьми ты совершишь победу. Логика говорит, что в печи обычно сгорают. Вера говорит, посмотри-ка, в седрах, в мессах и авдинага не горят. Потому что в этой вере Иисус с ними был в этой печи. Знаете, Иисус сказал такие слова, прощаются тебе грехи твои. У меня вопрос, он не помчался его исцелять, он не помчался его поднимать с этих насилок. Я вам, дорогие мои, хочу сегодня одной мысли, наверное, главной, ключевой мысли этой проповеди поделиться. Все Священное Писание пронизано одним невероятным ключевым словом, и это слово искупление. Не благословение, не просто твое здоровье, твой успех, а сначала идет искупление. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И шел вопрос о спасении. Он говорит, Чада, вставай. Нет, сначала он ему сказал, Чада, прощаются тебе грехи твои. Бог больше заинтересован или это приоритетная мысль в твоем спасении. Но нашлись религиозные деятели, которые сказали, а кто он вообще, что он себе позволяет? Иисус говорит, чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле, не только говорит, что вера твоя спасает тебя. Потому что иудеи всегда связывали болезнь с грехом. Это однозначно. Если человек немощный, если человек и уродливый, если у него какие-то проблемы, дефекты, это значит грех. Но Иисус больше этого. Иисус говорит, в дополнение ко всему, всегда к спасению, к искуплению прилагается освобождение от проклятия и полное исцеление. То, что произошло на кресте, мы были искуплены, а потом уже после этого шло все остальное, и вы избавлены от проклятия, и вы ранами моими исцелены. Последняя мысль, это Пятая Евангелие. Люди посмотрели на все это событие и сказали, ничего, никогда, ничего такого мы не видели. Мы никогда ничего подобного не видели. как я желаю, чтобы о нас с вами всегда говорили, о наших делах, о наших совершениях, о наших начинаниях, о наших поступках, говорили, никогда ничего подобного не видели. Это про веру. Это про веру. Покажите в вере вашей. Шесть небольшим лет назад моя жена, ее привезли в роддом на схватке, я поехал вместе с ней, мы рожали вместе, но мужчины говорят, что мы рожали вместе, на самом деле это не так, я вам хочу сказать. Так, на всякий случай, всем, кто говорит, что мы рожали вместе. И мы, Оксана родила последнего нашего Захара, и с ней рожала еще одна девушка, их поместили в двухместную палату, я в этой палате вместе с ними находился, и нас выписали, ее выписали, спустя три недели она приехала к нам в гости, знаете, после родовое знакомство, или родовое знакомство, у кого есть родовое знакомство, ну, хотя бы какое-то время было родовое знакомство, там переписываются, общаются, как твои животики, как мои животики, и так далее. У нас тоже опыт пять. И вот эта девушка приехала однажды к нам домой, спустя несколько недель, они общаются о детях, вот это, вот вокруг вот этой всей темы. Я приезжаю домой, знаете, живу так, как живу, никого не пытаюсь впечатлить. То есть, я забираю малыша у жены, ну, это же пятый, у меня уже черный пояс, по замене подгузников, там, я забираю Захара, иду в ванную, быстренько его там подмываю, держу, знаю уже, как держать правильно, как головку придерживать, все, уже могу семинары проводить. Одной рукой варю им кофе, наливаю им кофе, нарезаю им тортик, положил его в кресло, в эту качалочку, включил пуль, сейчас, слава Богу, есть такие вот, с морем, там, с бризом. Я смотрю, она на меня так смотрит, вот эта вот, Ира ее зовут, потом жене говорит, я никогда таких мужчин не видела. Я думаю, где она живет, вообще. Ну, для нас это норма, это в принципе не так уж запредельно, да, что ничего особенного я не сделал. Братья, скажите, сестры, подтвердите, ничего особенного я не сделал. Это часть нашей жизни, так и должно быть. Это проявление веры. Извините, братцы, если вы не так делаете, я не хочу вас никак, вы потом меня там не зажмите в углах. Знаете, спустя несколько недель она говорит, а можно я еще раз к вам приеду. Она родила одна, этот парень, от которого она забеременела, ее оставила, она одинокая мама, она еще раз к нам приехала. Потом второй раз, третий раз к нам приехал. Потом мне жена говорит, Ира хочет приехать, не мог бы ты быть дома? Я говорю, слушай, но я свое расписание, но я свое расписание по дыру не собираюсь подстраивать. И мы, она стала приезжать, приезжать, и потом в один день она заявляет. Она живет на севере Санкт-Петербурга, мы на юге, это два с лишним часа нужно ехать по кольцу, чтобы только к нам приехать. И для нее путь занимал этот целый день. Она говорит, а что я так езжу? Я посмотрел, и на соседней улице продается квартира. И она ее покупает просто для того, чтобы быть рядом с нами. Представляете, просто чтобы гулять с моей женой, смотреть на наши отношения. Хотя еще раз хочу сказать, мы не самые идеальные пары, и ничего особенного я не делаю в этих отношениях. И во время пандемии у моей сестры с младшим брат, его оставляет жена, подает на развод, забирает, в общем, там целая такая трагическая история. Он в депрессии живет в Москве. Я его каждые выходные забираю в Санкт-Петербург, знаете, отмачиваю его, отпаиваю, на юнкаутеры вожу, на братские. В следующие выходные, еще одни выходные, второй месяц пошел, третий месяц, и в один из дней он приезжает, и Ира к нам приходит в гости. И когда она уехала, он остался у нас ночевать, я говорю, Женя, ты что-нибудь видела? Я говорю, это твои рук дело? Есть сватовство от Господа, есть сватовство от людей. В общем, сокращая историю, они во время пандемии стали переписываться, общаться, видеозвонки и так далее. сегодня они живут на соседней улице, как муж и жена. О них родился еще один мальчик, его зовут Кирилл, буквально вот семь месяцев тому назад. Она стала бухгалтером нашей церкви. И я подзываю однажды Оксаниного брата, я говорю, слушай, вообще, вот номер моей карточки. Он такой смутился, не понял, я говорю, вообще, если бы не я, он мне говорит, а при чем здесь ты? Я говорю, ну, если бы не я, моя бы жена не забеременела, не поехала бы в роддом, не познакомилась бы там с ней. И твоя бы судьба описалась бы иначе. Конечно, я шутил. Но знаете, я вам хочу сказать, это Пятая Евангелие. Люди будут видеть Бога не только, как мы говорим, а люди будут видеть Бога и будут видеть веру нашу так, как мы с вами живем. Просто как живем. За тобой подсматривают. Это Пятая Евангелие. И оно порой гораздо определяющий, чем когда мы даем новообращенному читать Библию. Он сначала в ней ничего не понимает, он читает ее через тебя, через твои поступки, через твое поведение, через твой образ мышления. И поэтому, друзья мои, я бы хотел сегодня помолиться, чтобы Дух Святой дал нам сегодня осознать это послание, переварить его внутри себя. Чтобы, знаете, видя веру твою, видя веру вашей церкви, видя веру движения Ковчег, видя веру вашей семьи, видя веру ваших детей, кто-то говорил, вау, я никогда ничего подобного не видел. Я не знаю, в чем она будет проявляться, в жертвенности, в поступках, в меценатстве, в прощении, потому что некоторым неиспасенным людям в голову не приходит, как можно так простить. Нужно вендетта, нужно обязательно доказать свое. Я вчера написал пост, у нас нет времени на ссоры, на доказывание своей правоты. Я однажды, чуть не умер, вернее, умер, и Бог мне показал, у тебя, Сережа, нету времени, у тебя есть время только любить, у тебя есть время прощать, у тебя есть время покрывать, у тебя есть время принимать. И на большего у меня времени нет. Пусть Господь нас благословит обильно. Давайте мы помолимся прямо сейчас. Иисус, мы благодарим Тебя за Твою церковь, мы благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты сегодня с нами, что Ты даровал нам сегодня это осмысление. Мы так благодарим Тебя, Господь, чтобы через эти библейские образы мы, Господь, берем это Слово в свою жизнь. Господь, что мы искуплены Твоей дорогой ценой. Иисус, мы говорим, что Ты в моем доме. Мы говорим, что Ты внутри меня. Господь, мы говорим, что Слово Божие это приоритет во имя Иисуса Христа. Господь, мы являемся ходатаями не буквы, но Духа. Мы берем, Господь, на себя ответственность ходатайствовать и мы берем на эти духовные носилки и несем к Тебе. И пусть все человеческие факторы, все несовершенства людей сегодня просто померкнут в этой молитве. Именем Иисуса мы берем эту власть и разрушаем все стены неверия, недоверия, сомнения, обид, непрощения. и мы по-прежнему, они нас не могут остановить, нести эти ходатайственные носилки. Господь, мы хотим, чтобы Ты видел веру нашу и говорил о чьих-то душах, о чьих-то семьях, о чьих-то сердцах, прощаются Тебе грехи Твои. Господь, и мы хотим быть настоящим, чистым Евангелием, Господь. Просто проявляйся в нас, Господь, видя веру нашу. Пусть весь этот мир скажет, никогда ничего такого мы не видели. Благодать же Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. И поделитесь этим видео с друзьями. Мы благодарны тем, кто помогает нам распространять наше видео. Таким образом, вы участвуете в проповеди Евангелия по всему лицу земли. Нет предела тому, что Бог может сделать через нас, когда мы объединяем наши усилия. Еще раз большое вам спасибо за поддержку. Да благословит вас Бог.